Николай Лейкин, Лососина, читает Геннадий Постригайло. Крестовский остров, сквозь свежую зелень палисадника, украшенного цветами, выглядывает на улицу хорошенькая дачка. Утро. На задрапированном полотном балконе пьют чай молодые супруги. — Вкусняш ты мой миленький, — делает она ему через стол глазки. — Ах, как я рада, что ты не едешь сегодня в должность и весь день пробудешь со мной. — Для тебя вкусняшечка моя остался, — отвечает он и посылает ей летучий поцелуй. — Вкусняш, прелесть моя, восторг мой! Для других ты Петр Иванович, а для меня вкусняш, и нет тебе другого имени. — А для меня ты вкусняшка, потому что вкуснее, добрее и красивее тебя нет ничего на свете. Протягиваются через стол руки, и жена и муж, как архиереи, целуют их. А солнце светит и улыбается на их нежную любовь. — А что мы будем обедать сегодня, вкусняш? — Что ты хочешь, вкусняшечка? Ты хозяйка и повелительница, а я твой раб. Ты хотела лососины покушать. Вот зазови рыбака и купи. — Нет-нет, лососины слишком дорога, шестьдесят копеек в фунт. А ты и так слишком много тратишься. — Друг мой, стоит ли об этом говорить? Ты хочешь лососины и кушай. Лучше на другом будем экономить. Вот я хотел себе новые подтяжки купить. Не куплю, буду старые носить. — Но из-за лососины нуждаться в подтяжках. — Ничего, в крайнем случае ты мне истесемок сделаешь. Зазывается рыбак и покупается три фунта невской лососины. — Вот мы и изжарим ее в сметане, а вкусняш мой будет кушать и похваливать, — говорит жена. — То есть как это изжарим? — недоумевает муж. — Где же это видано, чтобы лососину жарили в сметане? Лососину варят. — Маменьки всегда жарили. И всякий раз на лососину приходил отец Протопоп, ел и похваливал ее. — По-моему, это значит, портили доброе, и Протопоп ни бельмеса не понимал в гастрономии. — Жена вспыхивает. — Что ж, по-твоему, маменька с Протопопом глупее тебя? — спрашивает она. — Не глупее, а только я знал одного Протопопа, который и на грешневике с коноплянным маслом умилялся. — уклоняется от прямого ответа муж. — Твой Протопоп и наш. Какое сравнение? Нет, я тебя спрашиваю. Глупее они тебя? — Конечно, глупее, — раздражается муж. — А коли так, так я и разговаривать с тобой не хочу, — отрезывает жена. — Степанида, Степанида, — кричит она кухарке, — возьми эту лососину и жарь ее в сметане. — Не смей жарить, а возьми, свари ее, остуди и подай со свежими огурцами. — Не слушай его, Степанида, он совсем ополоумил. Иди и жарь лососину, и я хозяйка. — Ты хозяйка, а я деньги плачу. Я для тебя новыми подтяжками пожертвовал. — Но вы для меня подтяжками, а я для вас жизнью. Нечего сказать, приятно жить с таким извергом. Уж не упрекнете ли вы меня вчерашними туфлями на красных каблучках, что мне подарили? — Начинаются слезы. Недоумевающая кухарка уносит лососину в кухню. Муж начинает сдаваться и подсаживается к жене. — Однако же, вкусняшечка, это ни на что не похоже, — начинает он. — Не смей называть меня этим именем. Я не вкусняшка для вас, а Ольга Николаевна. — Но прежде ты сама же. — Мало ли что прежде. Прежде вы маменьку и протопопа считали неглупее себя. — Никогда не считал и считать не буду, — отрезывает муж. Жена вздрагивает и подкатывает глаза под лоб. — Ай, ай, дурно, дурно, — вскрикивает она и откидывается на спинку стула. Муж в испуге бросается к ней. — Степанида, воды, воды скорее. — Кричит он. Прибегает кухарка с водой. Начинается спрыскивание, машут в лицо платком. Муж берет жену в охапку и, внеся ее в комнату, бережно кладет на диван. Ему попадают носком туфли по носу. — Друг мой, успокойся, ну, наприди в себя, — умоляет он. — Я на все согласен. Пусть будет, что маменька и протопопу умнее меня. Открой глазки. Я тебе сегодня за это десять горшков резиды и десять горшков левкою куплю. — Что мне резида или в кой? Клевы тиран бесчувственный? — шепчет, не открывая глаз, жена. — Ну, кроме цветов, я тебе то бирюзовое колечко подарю, что ты хотела. Жена открывает глаза. — А лососина как же? — спрашивает она. — Да что лососина, черт с ней, — досадует муж. — Или вот что мы сделаем. Одну половину сварим, а другую и жарим. — Ну, хорошо. Видишь, какая я уступчивая, вкусняш. — Знаю, знаю, вкусняшечка, ты ангел. — Степанида, Степанида! Но в кухне раздаются возгласы. — Ах ты мерзавка! Ах ты подлая! Ну, что я теперь буду делать? Барин, барыня, простите, ей-богу, я не виновата. — Да что там у тебя, дура? Чего ты? Супруги выбегают в кухню. Кухарка стоит на подъезде и ахает. — Извольте посмотреть. Пока мы с вами барыню-то прыскали, кошка забралась в кухню и схватила лососину. Вон она ее под кустом ест. — Так чего ж ты стоишь, как истукан? Отними скорей. Можно обмыть и все-таки съесть! — кричит муж. Кухарка бросается к кошке с лососиной, но ее предупреждает дворовая собака. Она наскакивает на кошку, вырывает у нее лососину и убегает с куском. Картина. Перед отъездом с дачи Темный августовский вечер. Около одной из дач, на помосте, перекинутом через канавку, собралась прислуга. Время от времени вспыхивает красный огонек папиросы и освещает мужские и женские лица. Кучер заиграл на гармонии и запел. — Ходи, руки, ходи, ноги, баба поляшта над дороги, платочками вертит. — Ну, завели канитель, только тоску наводите. Уж ежели тальянской музыки не знаете, то лучше бросить, — замечает горничная. Кучер обижается и умолкает. — А вот я у мамзели на фортепиане для вас учиться начну, — говорит он. — Вишь, какая новгородская тальянка выискалась! — Да полноте вам, бросьте, — останавливает лакей. — Вы когда в город-то оглобли поворачиваете? — спрашивает он. — А пес его знает. Еще вчера три куль овса к нам привезли. Долги его уж очень сбодали. Топерча в мясной на книжку, в зеленой на книжку, А разносчики таки его поутру калитки караулят, Словно кошки мясника, прости господи. — Пойди в конюшни-то вам, теперь страшно спать, Домовые тревожат, — спрашивает кухарка. — Домовые что? Домовой у меня ласковый, Потому кони ему наш ко двору пришлись. Топерча я спать лягу, А он мне спину чешет, в голове ищет, — Рассказывает кучер. — А вот уже холода начнутся, Так цыганский пот пробирать станет. Без сороковки не ложись. — Все-таки страшно. Я бы и ласкового домового пужалась, — Ежица-кухарка. — Говорят, вон в угловой пустой даче Покойница по ночам ходить начала. То стулья двигает, то стол, и всю-то ночь. Дворник все двери мелом закрестил, Да и не помогает. А вчера-то что же, приходит он поутру в дачу, Глядь, папиросные окурки валяются, И тюрюк из-под ягод со стебельками. Так он и обмер. — Может, в крахмальных юбках И с кавалером под ручку Покойницы-то ходят, — усомнился кучер. — То уж бывает. — Ах, какие вы невероятные! Тогда зачем же стон? А кроме того, она зубами щелкает, И изо рта огонь. — Ну, пошла-поехала! — И охота вам, господа, о таких вещах к ночи! — заговорила компания и начала расходиться. На помосте остались лаки и горничная. — Это ведь в наш собственный огород Насчет покойницы-то. Помните, мы там малину ели? — сказал лакей и подвинулся к горничной. — Ах, оставьте, пожалуйста! — оттолкнула она его. — Ничего я не помню. — За что такая жестокость чувств с вашей стороны? — А за вашу воробьиную память. Вчера уверяли, что у вас насчет меня Любовный кипяток в груди, А сегодня в табачной лавке Спрашивали адрес у полковницкой портнихи И сулились к ней на кофе прийти. Вы думаете, я не знаю? — Мало ли что спрашивал. Мой вздох всегда при вас и останется. С портнихой у меня одни разговорные куплеты, А вы для меня купидон и даже, может, еще хуже. Потому вот я сейчас приду домой Да в фонтан и слезы пущу из-за вас на подушку. — Вот вы и говорите портниха, А у меня в головном засаде Только одни вы и сидите. Вчера стал полоскать графин, Трах и нет его. А все из-за вашей лютости. — Пойдите. Вам поверить, Так трех дней не проживешь. Вы и графин-то из-за портнихи разбили. — Однако ведь я вам же Подарил ликерное сердце, а не ей. — Кроме того, и любовную записку Со скоропалительными чувствами вам написал. — Хотите, завтра же вам дюжину носовых платков подарю. Портниха для меня все равно, что репа. А вы — померанец. — Пожалуйста, не допускайте кислых слов. И вовсе даже не кислые, а лванель. Пауза. Лакей остервенительно затягивается папиросой. — Послушайте, можно будет к вам в городе прийти? — спрашивает он. — Нет, нельзя. У нас делов ступа непротолченная. Только по понедельникам, Когда барыня в оперу идет, и отдыхаешь. — Значит, мы так по понедельникам и потрафлять будем. — Шведскому замку и поклонитесь. А потом от ворот по ворот. — Наталья Спиридоновна, зачем в наше сердце когти впущаете? Пора уж это зверство бросить. — С крокодилом без зверства нельзя. — Жеманится горничная. — Я крокодил, а вы моя крокодильша. Подарите взглядом, удостойте улыбкой. Вот так-то лучше. Теперь позвольте в бламанже вас чмокнуть. Горничная сдалась. Послышался поцелуй. — Противный. И сколько у вас завсегда яду сидит? — шепчет она. — Мой яд для вас не опасен. Горничная стала уходить и начала прощаться. — Когда же вы переезжаете? — спросил лакей. — После дождичка в четверг. — В таком разе в пятницу я буду оплакивать вашу одинокую калитку. За сим письмом потрудитесь получить наше одье с кисточкой. Закончил лакей и чмокнул свои пальцы. Горничная загремела юбками и опрометью бросилась на двор. На Царицыном лугу 26 августа. На Царицыном лугу обычное народное гуляние. Качели, столбы, бег под ведром, пиво в громадных бочках. Но есть и новинка. Продают виноградное вино по десять копеек за кружку. Разумеется, достоинство товара по деньгам. Два мужика выпили по кружке и плюют. — Фу! Вот те и господское пойло! И как это только господа такое зелье пьют! Совсем с кулу на страну воротят! — говорит первый мужик. — Так ведь то господа, — откликается второй, — Им что чуднее, то лучше. От топерча их еда. Люди бросают, а они едят. У нас в новгородской губернии Мужик на рак втайне взглянет, А у них первое угощение. А устрицы? Лягух жрут. У меня земляк есть, Шестнадцать верст от нас. В кухонных мужиках он. Так сказывал, что господа Огурцы с купоросным маслом едят. Как возьмешь, — говорит, — в рот, Так тебя и обожжет. А им любо. — От богатства все это, — соглашается первый. — Сыты? Не идет настоящая-то еда в утробу. Ну, давай ненастоящую. Под ведром-то бегать будем? — спрашивает он. — Не, не в жизнь, — машет рукой второй мужик. — Довольно, благодарим, ученыш. То есть скажи сейчас, Митрофан, Вот те три целковых, и то не польщусь. Бегал в прошлом году. Далит мне палку, чтоб в дырку попасть. Поехал. Руки дрожат. Хотел в дырку. Да вместо дырки-то как ткну, Околоточному в картуз. Да и шиб ему картуз-то. Ну, да шо ну-каешь-то? Известно, что после этого бывает. В кутузке ничевал, А наутро при солдате И с книжкой по городу. И как только он подвернулся, И по сейчас ума приложить не могу. Не, брат, Теперьч я от ведра подальше. На каруселях, сидя боком на лебеде, Вертится горничная в цветном платочке на голове. Ее поджидают мастеровой в кафтане со сборами И солдат, стоя около карусели. Радостно себя чувствуете? Кричит ей солдат. В таком разе, как бы от польки трамбля. Успевает ответить горничная и проносится мимо. Иван Меркулыч, садитесь и вы. Приглашает она его при втором круге. Солдат отрицательно машет головой. Упади, и не на таких скотах катался, Относится к нему мастеровой. Было дело. В Ташкенте и на мерблюдах ездили, и на слонах. На живых. А то на мертвых, что ли? Там у нас страна такая, что скотов не разбирают. Прикажет бывало генерал Черняев, Так и на собаки поедешь, и на лебедя полетишь. Да ведь лебедя-то человек не поднять. Одному не поднять, это точно. А у нас по десяти лебедей вместе связывали. Там, брат, такие горы, Что окромя, как на птицах, и не подняться. Скажи на милость, Как это все начальством благоустроено, Девица мастеровой. Ну, лебедь, тварь невинная. А как же на верблюде-то? Ведь у мерблюд на хвосте стрела, и он ею жалит. И вовсе даже без стрелы. Мерблюд такой смирный зверь, что все равно, что кот. Ты к нему подходишь, а он перед тобой на колени ложится, Рассказывает солдат. Там у них все больше купцы со своим караваном ездили. Лошадей боятся, ну так ты, на мерблюдах. А со стрелой на хвосте ед крокодил. На тех мы не ездили. У них и изо рта огонь. И еще чего, боже упаси, казенное имущество, Сжечь можно. К разговору прислушивается не то купец, Не то артельщик с биржи. Простите, кавалер, Дозвольте опрос сделать, Вмешивается он в разговор. Вы вот говорите, Купец на мерблюде. Православный купец? Не, Мухъеденский. Там православных купцов нет. Православный купец в Сибирке Только до Уральских гор водится. А там халат и чалма. То-то. А то православному купцу И вдруг на поганом верблюде. Как будто неловко. Конечно, в хмельном образе Мы по грехам нашим Всякие беззакония делаем. Но зато потом и светим себя. А то, ежели каждый день На мерблюде ездить, Так и на молебны не хватит. Да ведь там и купцы-то Беззаконные, Поясняет солдат. Почитай, Все они живой бабой торгуют. Ну, а наши их За эту мануфактуру С женской живностью ловят. Оптом или в розницу У них больше торговля? Допытывается купец. Продают и по штуке, и по паре. А то и так стадом. И хорошая, добротная баба. Разная есть, Уклончиво отвечает солдат И кричит горничной. — Марфа Тимофеевна, Скоро вы? Купец продолжает бормотать. — Такому мухоеданскому Беззаконнику что? Он бабу продал, Кобылятенькой закусил, И поезжай на каком хорж звери. Но православному купцу Несподручно. В это время С карусельного лебедя Соскочила горничная И, шатаясь, Ухватилась за солдата. — Ой, Совсем голова Кругом идет, Говорила она. Вижу носы и бороды, А лиц настоящих не вижу. В глазах мелькание И даже мутит. — Зато Своим собственным Удовольствием Насытились, Любезно отвечал солдат И поддержал ее. Купец потряс головой. — Не женская эта музыка-то, Карусели, Произнес он. — Вырезать бы Хорошую арясину, Да и... — Чего-с? Сверкнул глазами солдат. — Ничего, Проехали. — То-то, Арясину-то ты Эту для себя прибереги, А нашу даму не тронь. Купец закусил губу И, ворча под нос, Отошел прочь. Заговорщик По одной из улиц песков Бродит купец В сизой мучного цвета сибирке. Голова его обвязана Пестрым платком, А поверх платка Надет карту с козырем на бок. Купец держит руками за скулу И по временам стонет. Его сопровождает жена В шелковой, туго повязанной Косынке на голове И в ковровом платке на плечах. Она смотрит по сторонам, Взглядывает в окна Деревянных домиков, Ищет чего-то на воротах. — Господи, Да что же это такое? В отчаянии говорит она. — Ищем, ищем, А найти не можем. Вон золотой кренделю Булочный висит, Вон и обруч над воротами, А сапога этого самого, Как было сказано, Не видать над калиткой. Куда идти-то? — А ты поспрашивай, Откликается купец. — Дома у тебя Этого звона Хоть отбавляй, А здесь и замолкла, Словно кукушка После Петрова дня. Пусти в ход Своё язычество-то, Вот ты найдёшь. Видишь, мне самому-то Не до того. — Сильно ломит скулу-то, С участием спрашивает она. — Да то есть так, Что вот взял бы, Да треснул и сейчас До затылку. Ну, чего зеваешь? Вон городовой стоит. Купец и купчиха Подошли к городовому. — Скажите, пожалуйста, Господин служивый, Где здесь заговорщик живёт? Заговорщик бы нам надо. — Обратилась к нему купчиха. — Заговорщика? — Переспросил городовой, С ног до головы, Осматривая купца и купчиху. — Да вы сами-то Кто такие будете? — А мы извозчики. Муж вот четырнадцать Легковых закладок держит, Две кареты. Только мы не тутошные, А из Ямской. Ищем, ищем, Просто хоть и волком взвыть. — Да вам какого такого Заговорщика и зачем? — Да вот мужу. Третий день Мест себе не находит. Питья и пищи лишился от зуба. А здесь, говорят, Зубной заговорщик есть. — О, не слыхал, Не слыхал такого. — Туляк он. Прежде с шарманкой ходил, Да пропил её. А теперь птичьи клетки делает, И скворцов говорить учит, Поясняла Купчиха. — Нет, такого у нас нет. Скрипинский коновал тут лечит, Это точно. Но тот только отнутра И от натуги. Дугой он лошадиной пользует. — Нет, нам от зубов. Ходили мы к зубным жудам, Да толку никакого. Четыре зуба ему вырвали, А всё до больного Добраться не могут. У троих были. Думаем, ежели так продолжать, То и все зубья у него повыдёргивают. Без зубов-то тоже ведь нехорошо. — Да уж что хорошего, Согласился городовой. — Да вы бы скипидаром Ему пополоскать дали, Посоветовал он. — Возьмите в лавочке Простого скипидару. — Нет, уж мы хотим Заговором попробовать. Говорят, что этот заговорщик Бумажки со словами глотать даёт. Через улицу переходила баба Из мелочной лавки И несла за жабры Большую астраханскую селёдку. — Не знаешь ли, землячка, Где здесь зубной заговорщик живёт? Обратилась к ней купчиха. — Зубной заговорщик? Есть такой, есть! Отвечала она. — Вот в ентом доме живёт. Только вы не в час попали. Сегодня у нас понедельник, Так он узенькое воскресенье справляет. А насчёт зубов он теперь чни, боже мой. Потому, ежели пьян, То всё насчёт светопредставления толкует. А вы вот что, Вы завтра зайдите. А теперь, как придёте домой, То возьмите кирпич, Простой цельный кирпич, Да и трите им щёку-то. — Да всё уж перепробовали. А ты вот что, землячка, Ты сведи нас к нему, А мы тебе гривенечек на сливки пожертвуем. Может, он как-нибудь и заговорит? Баба повела. Вошли на грязный двор, Обогнули сараи. — Вот тут! — сказала баба И отворила дверь, обитую рогожей. Купец и купчиха очутились в грязной коморке. Пахло махоркой, хлебом. Над единственным окном висели птицы в клетках. За столом, около пустой сороковки, Сидел косматый чёрный мужчина В ситцевой рубахе и опорках на босу ногу. Он был совсем пьян И, увидев вошедших, крикнул. — Услуги антихриста! Не зрители, як и седьмая труба Вострубила и седьмая чаша. Купчиха попятилась. Её загородил с собой купец. — Послушайте, вы зубной заговорщик будете, — Перебил он хозяина квартиры. — Мы! Но ты прежде купи скворца! Горе тебе блуднику вавилонскому! Бессвязно крикнул зубной заговорщик и сжал кулаки. — Садись! Он был страшен. Купчиха дрожала, как в лихорадке. У купца и зубная боль почти прошла, но он сел. — Зубы тебе заговаривать! Ладно, давай руб чулковый. Наговор без денег недействителен. Купец дал рублёвую бумажку. Зубной заговорщик положил её на стол, встал с места, покачиваясь, подошёл к печке и, вынув из-за печки метлу, начал выдирать из неё прутья. — Раз, два, три! — считал он прутья и клал их на стол. Так насчитал он семь прутьев и, обратясь к купцу, сказал. — Снимай сюртук! — Да ты что же ты, меня драть, что ли, будешь? — спросил опешивший купец и встал с места. — Нет, не драть, а зуб заговаривать. — Снимай сюртук и ложись на лавку. — Кузьма Мироныч, уйдём! Уйдём отсюда! — завопила купчиха и, отворив дверь, выбежала на двор. Пятясь задом, вышел за ней купец. На него наступал со сжатыми кулаками зубной заговорщик и бормотал. — Гори вам, лихоимцам и татям торговым! Вон отсюда, псы смердящие! Рогожная дверь перед купцом захлопнулась. На дворе стояла баба. — Ну что? — спросила она. — Ведь говорил же я. — Ой, только даром руб целково выстравил. Совсем в забвении всех своих чувств! — махнул рукой купец и поплёсся на улицу. За ним шла купчиха. — Куда ж теперь, Кузьма Мироныч? — задала она вопрос. — Куда? Пойдём опять к зубному жиду. Пусть пятый зуб рвёт. А восит до больного зуба доберётся. Простонал в ответ купец и схватился за больную скулу. Горячее сердце и на ножах В библиотеку входит деревенская баба со связкой книг и тарелкой в руках. — Здравствуйте. От госпожи Фунтиковой вот прислали. — Говорит она и подаёт книги. — Переменить? — спрашивает её библиотекарь. — Нет, насчёт перемены ничего не сказывали. А только вот, — говорит тебе, — Настасья Руб Целковой, заплати им и возьми у них горячее сердце. И чтоб на ножах беспременно, — отвечает баба. Библиотекарь принимает подписные деньги за месяц вперёд и подаёт ей две книги — «Горячее сердце» Островского и «На ножах» Лескова. Баба книг не берёт и, озираясь по сторонам, смотрит на географическую карту, висящую на стене, на картины. — Книги ваши готовы. Можете взять их и идти, — говорит библиотекарь. — Да они книг не велели брать. А вы пожалуйте мне горячее сердце. Я вот нарочно и тарелку с собой захватила. Стоит на своём баба. — Принеси, — говорит, — горячее сердце и беспременно на ножах. Ну, как я его по улице на ножах понесу? Вы уж мне на тарелочку. Библиотекарь еле удерживается от смеха. — Ты не поняла, моя милая, свою барыню? — пробует он разъяснить бабе. — Вот эти самые книги на ножах и горячее сердце и называются. Бери их и смело неси своей барыне. Баба недоверчиво качает головой. — Нет, господин, что морочишь ты меня? Полно шутки шутить, брось, — говорит она. Я хоть и деревенская, а тоже русский язык понимаю. Принеси, — говорит Настасья, — мне горячее сердце. А про книги не полслова. — Да тут в книжке горячее сердце и есть. Это пьеса. Она найдёт. Баба машет рукой. — Толкуй тут. Где же это видно, чтобы в книжке сердце было? — Ах, боже мой, — всплёскивает руками библиотекарь. — Ну, понимаешь ты, это просто название такое, название книги. Ведь есть же книги, букварь, например, часослов, а это горячее сердце. — Не, — стоит на своём баба. — Букварье точно, что есть, а сердце само по себе. Ты мне его и дай. Библиотекарь выходит из себя. — Здесь, матушка, не закусочное и не гусачье заведение, чтобы тебе мясо продавали, — горячится он. — Ты дура, тебе растолковывают, в чём дело, а ты не хочешь понять. — Ну, коли не желаешь брать книги, то иди так, без книг. — Так и что же-то, я и пойду. Только отдайте мне мой руб целковый, — говорит баба. — Деньги за чтение книг присланы, и я их записал на приход. — Мало ли что записал за чтение книг. А я тебе говорю, что на сердце она мне их дала. — Иди, иди с Богом, иди, нечего тут топтаться. Баба начинает вопить. — Да что же я-то такое? Взял деньги задарма, да ещё меня же гонит. Слышь ты, отдай, ведь с меня спросятся. А ли мне городового позвать? Я ей караул закричу. Библиотекарь, пожав плечами, отдаёт ей рубль. — На, вот тебе деньги, отнеси их твоей барыне обратно и скажи ей, чтоб она впредь таких дур, как ты, не присылала, — отчеканивает он. Баба берёт рублёвую бумажку и вертит её в руках. — Барынь-то у нас уж очень злючая, — бормочет она, — больная от того, испорчена. Говорят, у неё рак внутро залез, ну и сидит там, впившись. Ты говоришь, бери книги? — За книги бы она мне такого трезвону задала, что не бы-то с овчинку. Так нет у вас, что ли, горячего-то сердца? — снова спрашивает она библиотекаря. — Вон! — орёт тот и указывает бабе на дверь.